всем привет сегодня у нас 7 марта 2022 года да это значит что цены изменились жизнь изменилась но мы продолжаем снимать обзоры потому что интересно все равно нам да ну и в конце концов автомобиль куплен и в россию он представляете все-таки поедет и у нас сегодня на обзоре harrier toyota harrier гибрид 4 вд 2 с половиной объем машина значит у нас совсем свеженькая 19 года нет 18 года конца 18 года сразу скажу сколько она обойдется в новых новых ценах новых ценах деньги старые цены новые она будет стоить сейчас заедет во владивосток 4 и 3 миллиона рублей ну это практически два раза больше чем 10 дней назад да и но несмотря на это человек не отказался от нее хочет получить свой любимый автомобиль вот тем более такой прекрасный черный harrier вот в хорошей комплектации премиум да что мы здесь имеем вот сразу видно это значит у нас рестайл да это уже новый бампер вот с такими вот ходовыми огнями с другими туманками другой решеткой вот в остальном особо рестайл не отличается от до рестайла поэтому ну в целом все что сегодня расскажем правда для любого harrier продолжаем с харьком посмотрим как обычно аукционный лист до по стоимости определились 4 3 миллиона значит это у нас за теперь за восемнадцатый год хорек гибрид два с половиной еще раз комплектация премиум 4 в.д. да вот этот кузов и в 65 пробег у него значит почти 34 тысячи километров один хозяин вот что здесь ну камера заднего вида и откидной монитор для второго ряда сидений но это мы в салоне посмотрим еще что пишут а1 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 это все мелкие царапины по традиции мы даже не будем их искать потому что бессмысленно не найдем еще и замечание зимняя резина это как бы не замечание это просто аукцион обязан указать вот у нас здесь комплект жирные хорошие зимние резины а оригинальное литье с уже конечно немножко уставшие летние резины лежал в салоне мы его просто выгрузили для того чтобы снимать удобно было посмотрим что здесь под капотом значит сам капот на газовых упорах ну все-таки это более менее премиум до сегмент моторчик гибридный вот не шибко резвый зато экономичный спокойно можно ездить с расходом порядка 7 литров ну как бы для такого автомобиля такого размера это хороший конечно же расход заправляется он в японии бензином обычным регуляр хайок в него не надо наливать тоже экономит деньги посмотрим что салончики здесь вот такая вот все очень крупная очень большое вот руль большой такой шкалы приборов здоровы огромный этот монитор на 9 дюймов принципе это все конечно классно достаточно удобно вот так вот интересно смотри регулируется температура вот так надо пальцем водить можно конечно просто стыкать воде тыкаешь вани хочешь тыкой да очень много кнопок на руле тут в принципе стандартный для тойота этих годов даже назвать к пульт управление бортовым компьютером переключать всякий режим вот этими кнопочками что здесь еще есть святая троица безопасности до удержания в полосе экстренное торможение радарный круиз-контроль значит ручника ножника как такового нет здесь уже он кнопочкой выполнен просто вот справа от руля тут по материалам ну все мягкая приятная на ощупь но здесь нет никаких натуральных материалов то есть это все искусственная кожа пластик под алюминий ну вот вот здесь уже начинается жесткий пластик по низу здесь да тоже жесткий пластик вот сидение интересные мне нравится сиденье ну вот опять же вот это вот в сей чаре похожая такая была история простроченная вот черный потолок ничем модно наверно черный потолок да все чаре тоже был черный потолок здесь черный потолок стойки черный вот посадка ну хорошо регулируется сиденье то есть у него тут нормальный поясничный подпор можно подкачать вот ну и конечно но никакой там не спортивная но это и понятно это вообще гибрид о чем тут говорить так вот есть подстаканники есть здесь прикуриватель есть hdmi и usb это круто да до этого нам только usb попадалось в эклипсе что тут еще есть ну круиз-контроль я сказал так тут ну ничего тут нет еще один прикуриватель на нейтральном ящике а это как это тоже должно уже как-то открываться никак ну ладно или я не нашел вот задний ряд ой ну тут наконец-то уже можно нормально раскинуться с комфортом то есть собственно говоря машина большая заглушу и это на шумит продолжаем ну я как обычно сел сам за собой и как вы видите ну тут прям свободно вообще абсолютно вальяжно можно раскинуться сесть и то есть машина стала машина становится больше в общем-то это добавляет комфорта задним пассажиром вот что вот здесь этот есть значит у нас мониторчик можно смотреть все что угодно еще есть плазма кластер и ионизатор то есть включается на этом мы просто заглушили двигатель не включается так что еще ну дует не дует да просто воздуховоды есть здесь вот есть подстаканники по одному для каждого пассажира и в общем то все ну удобно просторно это хорошо материалы тоже в принципе все таки приятный какой-то кожзамчик вот багажник посмотрим у харька багажник с сервоприводом он закрывается с кнопочки открывается тоже с кнопочки вот здесь уже есть полка так хорошо посмотрим что там еще в недрах багажника что еще а есть розетка вот на 110 вольт на 100 вольт это не интересно что для хранителя до пока уберем огромная просто огромная ниша при этом тут есть домкрат инструмент а где же запасное колесо это предыдущий хозяин новому хозяину передал средства по уходу клей и насос соответственно тут нет запаски вот можно было бы до забросить в россии забросить потом ладно ну и тут в принципе ничего особенного не знаю как это мелочевки что ли там где-то под батареи же наверно находится под задним сиденьем как раз вот вот такие вот дела что-то там умное написано просто был автоматическому закрыванию что хочется в целом о машине сказать значит мне всегда нравился этот кузов когда он вышел то есть он классно выглядел вообще думал такую наверное четкая тачка тем более с учетом того что всегда все хвалили харьки предыдущих поколений именно за то что вот у них очень хорошая ходовая часть они хорошо ведутся на дороге таки типа приятная машина сбитая машина такая ну я прокатился на этом с аукциона до стоянки ну честно говоря вообще не впечатлен никак он меня ничем не зацепил он напоминает альфард какой-то по повадкам на дороге ну за сто процентов не берусь утверждать что ну вот он такой потому что все таки я ехал в определенном режиме практически только по прямой дороге может быть конечно если его по в разных режимах погонять он будет поинтереснее как-то но вот пока абсолютно не впечатлен дизайн четыре с половиной внешне отлично все классно мне нравится в салон просторный я бы четверку поставил просто потому что но здесь совсем нет премиум материалов хотя машина стоит очень дорого все абсолютно искусственное но это какой-то может быть эко тренд конечно не использовать ничего натурального сейчас ладно пускай имеет место быть скажем так очень много электронных конечно систем много функций бортовом компьютере это круто большой монитор это тоже очень удобно реально очень здорово вот и экономичность это офигенный плюс то есть такая большая машина которая у тебя спокойно может там потреблять вообще 67 литров бензина это конечно здорово реально экономит современными ценами на топливо это круто вот такие дела такой итог поеду а вы ставьте лайки и подписывайтесь несмотря ни на что все будет хорошо поеду а Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта вот ручка, это просто вообще какой-то каменный век уже, знаешь, выглядит так. 2008 год, причем это рестайлинг, да, то есть они, получается, в 2018 год, в смысле, в 2018 году тут как-то машину более-менее переделали. И вот такая вот ручка, она огромная, у нее очень большое усилие на переключениях. Когда сейчас все стараются уже просто кнопками там делать выбор передач, да, то есть изменение режимов трансмиссии. Вот эта ручка, конечно, очень архаично выглядит. Ну, это, наверное, самый такой неприятный блок в салоне. Все остальное современно, на уровне выглядит. Toyota молодец. Вот, мы едем в городском потоке. И у нас, значит, скорка здесь. Можно посмотреть. Средний расход 13 километров на литр. Это примерно 7,7 литров на 100 километров. Ну, это за 75 каких-то километров, не знаю, кто это ездил. Я частично ехал с аукциона, и до этого кто-то, наверное, ездил. Вот, ну, то есть, в общем-то, расход, конечно, радует, радует, человеческий расход. В общем-то, и все. А так, ну, такая достаточно валкая, ватная, я бы сказал, машина. И руль у нее нечеткий, и сама по себе она так кренится. Динамика, ну, как бы никакая, можно сказать. Ну, естественно, это все ради расхода, ради экологии. Да, ну, сейчас вот попробуем давануть, освободиться место впереди. Интересно, как он, допустим, схода вот сейчас 60 километров, и газ в пол будет. Ну, вообще, вообще просто никак. Ну, то есть, никакого разгона он не демонстрирует, к сожалению. Он просто рычит. Да. А есть же какая-то вот другая модификация Харька. Там, по-моему, двухлитровый моторчик турбовый, что ли, что-то я подзабыл. Их не особо брали, почему-то любят больше гибридные, 2,5. Ну, да ладно. Но, 4,3 миллиона рублей сейчас, да? Иена один к одному к рублю стала. Очень удобно. Ну, считать. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok